По республике запущен отопительный сезон. Практически все социальные объекты и жилфонд теплом обеспечены. Большой объем работы традиционно ожидал коммунальщиков в столице. Так, в Якутске без тепла остается всего меньше 1% домов. Отставание некоторых вызвано ремонтными работами в котельных и на линиях теплопередачи. Самый проблемный район в городе на сегодня это Сайсарский округ. Из-за самозапуска тепла на днях в районе уже произошли 3 аварии. Отопительный сезон в Якутске в репортаже Розалии Борисовой. Таких домов сегодня больше 3000. В Якутск тепло пришло на 99%, но за положительными цифрами отрицательная реальность. Неготовые котельные, не отремонтированные дома, самозапуски и список аварий. Одной из таких проблемных котельных является котельная Халбо-Сеть. Здесь, после окончания отопительного сезона, весной этого года хозяин от него отказался. Все лето здесь никакие работы не проводились. И только сейчас, после оформления документов, начались авральные работы по подготовке к отопительному сезону. Из шести котлов один полностью сейчас уже заменен, но жители до сих пор остаются без тепла. Подготовка к отопительному сезону началась еще в мае. Пять месяцев работы и ремонта должны были пройти. Но, как оказалось, прошли почти полгода отдыха и тишины. Не готовы ни дома, ни котельные. К отопительному сезону готовимся ежегодно, но каждый раз, как в первый запрягать. Начинаем лишь, когда зима на носу. В середине недели паспортов, готовности не было у половины жилфонда под ведомством Якутска Энерго. Поставщика тепла – 1,3 всех домов Якутска. Сегодня, получается, из всех объектов жилфонда, которые мы поставляем тепловую энергию, через управляющие компании ЛИБТСЖ, из 1318 объектов, то есть жилфонда, где есть поставка нашего тепла, только получили из права готовности 626 объектов. То есть это практически чуть меньше половины. На ремонту все же проводится, но так и не завершается в срок. Ну, а части ремонтных работ у нас, конечно, по деревянному жилому фонду дома были. К ремонту подлежали более 40 домов, но по фонду капитального ремонта у нас прошли 3 дома. Две высотки по улице Горького, где по фонду капитального ремонта идут ремонтные работы. К сожалению, подрядчик не успел к этому времени. Черный список УК возглавляет Арктикострой, Сайсарская, разорившийся и вновь созданный Арсенал+. Все лето управляющие компании собирали деньги за капитальный ремонт, кварплату, свет и тепло. Но куда ушли деньги, никто не знает. Ремонты не проводятся, долги поставщикам растут. Но УК почти всегда выходит сухими из воды. Даже без паспортов готовности они безнаказанно умеют добывать тепло. Несмотря на начало работ с мая месяца, управляющие компании не производили работы. И к началу отопительного сезона они тоже не готовы. И сейчас в данное время вот эти неподготовленные дома ведут самозапуски. Они же приводят к массовым сбоям. За несколько дней только в Сайсарском округе произошли три аварии. Но за них УК никак не отвечают. Аварию устранят, но неизвестно, когда вновь система даст сбой. Из-за безнаказанности управляющие компании так и не начинают в срок готовиться к такому важному для нашего региона отопительному сезону. И в конце этой цепочки, как всегда, страдают простые жители. Розалия Борисова, Василий Соловьев, Якутия. День за днем.